Сейчас мы с вами посмотрим непосредственно, кто что сделал, смотрим по факту, да? Потом смотрим по факту паспорт готовности, элементы конструктивные, насколько они подготовлены к сезонной эксплуатации. Дом 17 по улице Василия Молокова был сдан в эксплуатацию в 2011 году. За это время проблем у жителей накопилось немало, но то, что не решалось долгие годы, исправили за несколько месяцев. Сегодня у нас второй выезд уже на этот дом непосредственно, и 90% проблем решено. Но еще есть срок, мы там определили до 1 октября, как бы время позволяет, и я уверена, что управляющая компания все это устранит. Это вот хорошая практика. В первой встрече также приняли участие сотрудники госжилинспекции, руководство муниципалитета и представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов. Живое общение получилось конструктивным. В апреле месяце жители данного дома обратились к нам с просьбой выехать и помочь решить, скажем так, в добровольном порядке для управляющей компании без штрафов вопрос проведения определенных ремонтных работ. Ну, скажем так, наладить диалог между собственниками и управляющей компанией. В ходе встречи был составлен протокол, куда внесли пожелания жителей. Среди них устройство водоотводов и отмостков, замена поврежденной плитки и подготовка к отопительному сезону. Жители сегодня выдвигают новые требования к качеству обслуживания, к уровню жизни. Поэтому мы, администрация, поддерживаем. Валерий Николаевич Венцель такое поручение дал присутствовать сегодня, разобраться подробно. И не только по этому адресу, а в целом отслеживать подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону по каждому конкретному дому. В наследство управляющей компании достались в том числе и недоработки строителей. Кроме того, и сами жители микрорайона не всегда добросовестно выполняют свои обязанности. В условиях тяжелых экономических, когда очень большие долги у жителей, мы все-таки выполняем свои обязательства. Может быть, не в полном объеме, но стараемся и успеваем в срок. Нину Алексеевну Чернову, председателя совета дома, по праву можно считать ветераном бумажных сражений. Но действенной альтернативой долгим перепискам стало непосредственное общение всех участников процесса. Теперь в будущее своего дома она смотрит уверенно. Сейчас у нас новый глава Ленинского района. И надеемся, что наши проблемы будут решаться намного легче, чем до этого. Я думаю, что у нас дом будет образцовый, как мы все должны жить в нашей стране. Красиво. Дом номер 17 для управляющей компании – своего рода стартовая площадка, где стало наглядно понятно, что именно волнует жильцов. И этот опыт уже переносится на другие дома. Это вот хорошая практика. И могу сказать, знаете, вот мы сейчас посмотрели соседние дома, там жители не такие активные, как Нина Алексеевна. Но устраняя какие-то недоделки в этом доме, управляющая компания пошла дальше. Она в соседних домах тоже сделала сама водоотведение, водостоки. То есть это хорошая практика. Мораль этой истории проста. Под лежачий камень вода не течет. А активные граждане способны сделать свою жизнь и жизнь окружающих намного лучше. Максим Козлов, Николай Карбанов. Видное ТВ.